В хип-хопе есть такое расхожее выражение «like father, like son». Да, каждый ребёнок действительно похож на своего родителя не только внешне, но и манерами, привычками, чертами характера. Некоторые вовсе идут дальше и выбирают ту же самую профессию. В семье врачей часто рождаются врачи, в семье учителей — учителя, а в семье артистов — потенциальные артисты. И хотя немногим из них удаётся достичь реального успеха, если хорошо подумать, то можно вспомнить как минимум три фамилии, отлично известных одновременно двум поколениям — Смит, Харрис и Джойнер. Во всем показателям, именно им удалось не только задержаться на сцене на долгие годы, но и показать действительно хорошие цифры. С вами канал Бивай Би Пи М, и сегодня мы поговорим про рэп-династию. Мы начинаем? Поехали! Начнём с того, что сыновья Уилла Смита, X-Beat и ETI — далеко не первые среди детей известных рэперов, попытавшиеся построить свою собственную музыкальную карьеру. Вспомним хотя бы Дигги Симмонса, ребёнка Джозефа Симмонса из Run DMC, который в 2018-2018 году выпустил два полноформатных релиза, открыл тур вместе с Тайго, Макмиллером и другими перспективными рэперами 2011 года. Попал в список самых горячих фрэшменов, по мнению XXL, но так и не смог превзойти родителя, хотя его музыка была действительно хороша. Или, например, сына из Кьюба — Оши Джексон-младший, предпринимавший попытки читать рэп, но в итоге выбравшийся в актёрскую карьеру. Кроме всего прочего, вы могли видеть его и в роли своего бати в боёпике — Straight Outta Copton. В общем-то, дело в том, что изначально кип-хоп — это культура тех, кто вышел из низов и преодолел тысячу препятствий, на пути к успеху. А чем могут похвастаться дети знаменитостей? Машинами, цепями и домами, которые достались им не потом и кровью, а по счастливому случаю? И в итоге выходит так, что ребятам, родившимся в семье популярных артистов, приходится работать чуть ли не в разы больше, если они желают заработать авторитет в глазах часто несправедливо предвзятой публики. Более того, есть риск навсегда остаться в тени славы человека, обеспечивавшего им безбедное детство. Об этом в своих интервью не раз говорил 3Capital, сын их сбита. Сюжеты в его песнях крайне далеки от сутенерских рассказов отца. Парень читает про любовь и жизненный опыт, пытается построить новый образ героя в глазах подрастающего поколения, используя метафоры из любимых аниме. «У нас нет супергероев», — говорит он в одном из интервью. А ведь вашим супергероем мог быть даже родной дядя, отсидевший 15 лет в тюрьме, но при этом всегда приходивший на ваши баскетбольные матчи. Вот это реалистичный портрет героя, а не какой-то там парень в плаще. Но он также говорит, что папа полностью согласен с его позицией, даже если публике такое музло не зайдет. С НТА и Домани Харрис, наоборот, идет прямиком по стопам отца. Причем вполне успешно. В его инстаграме уже без малого миллион подписаты, но надо признать, не благодаря музыке, а скорее всего из-за активного участия в шестисезонном реалити-шоу «Фэмили Хасл». И все же послушайте его пластинку Эмигдала. И вы поразитесь, насколько флоу и акцент Домани похож на родительский. При этом, если копнуть глубже, тексты и посыл отличаются кардинально. «Я не пытаюсь быть как папа», — говорит он. В этом просто нет смысла. Моя цель — создать что-то свое и говорить с моим поколением. А еще его обижают, когда критики называют написанную им музыку осознанным рэпом. Причем здесь осознанность — люди просто игнорируют то, что находится прямо у них под носом. Включив друг за другом треки Уилла и Джейдена Смита, с трудом можно догадаться о том, что их написал отец и сын. Их музыка отличается буквально всем. Работая на стеки хип-хопа, поп-музыки и альтернативного звучания, Смит-младший уже успел громко заявить о себе, несколькими альбомами и заручиться поддержкой друзей-музыкантов в лице Тайлера, The Creator, Асапа Рокки, Джастина Бибера и многих других. Несмотря на то, что Три Кэпитал, Домани Харрис и Джейден Смит двигаются в совершенно разных направлениях, кое-что их все равно объединяет. Каждому из них удалось попасть в центр внимания на своих условиях. Все они преследуют важную миссию, доказывают, что ваше происхождение не может вас определять и ограничивать ни в музыкальном, ни в культурном плане. Что угодно может быть преимуществом или недостатком для другого человека, говорит Домани. Все сравнивают мою музыку с музыкой папы. Люди думают, что он может заплатить за большой рекламный щит в каждом городе. Да, может, но зачем, если настоящую любовь поклонников не купишь? Нужно отметить, не только сыновья рэперов встают на путь хип-хопа. Дочери порой продолжают дело своих родителей не хуже. Мы говорим про Колли Рэй. Девушка родилась 11 мая 97-го года в Бостоне. Ее отец Раймонд Скотт, более известный как Бензина, исполнитель хип-хопа и музыкальный продюсер. У нее также есть старший брат Куами и младший брат Тадж. Родители певицы никогда не были женаты, они расстались, когда девочке было 10 лет. Мать забрала ее и братьев и уехала в Нью-Джерси. Отец Кой старался помогать ей братьям. Во время летних каникул он забирал детей в Майами, где проводил с ними много времени. Также периодически они снимались в видеоклипах друзей и рэп-исполнителей. По словам артистки, отец стал одним из самых больших вдохновений в музыке и способствовал формированию ее стиля. Она уверяет, что у нее никогда не было интереса к медийности до конца 2018 года, даже несмотря на то, что первый ее трек вышел в 2017 году. Цитата. Я всегда знал, что я талантлива и, как рассказывала ранее, любовь к хип-хопу у меня чуть ли не с детства. Музыка у меня в крови, поэтому я всегда знала, что она найдет меня. Поделилась девушка. Девочка начала писать треки еще в 14 лет, затем шутку зачитывала их своим братьям. Периодически она делала фристайлы, однако не воспринимала такое увлечение всерьез. Когда артистка осознала, что хочет заниматься музыкой, она приняла решение бросить работу и переехать обратно к матери. Многие слушатели хип-хопа знают ее по трекам Хадди, No Longer Mine и No Letting Up. Кой часто ассоциирует с популярным рэпером Триппи Рэдом, с которым у нее некоторое время назад был роман. В 2018 году смогла подписать она контракт с лейблом Republic Records. Поскольку отечественный хип-хоп довольно молод по сравнению с американским, у нас еще не так много примеров, когда дети идут по стопам отцов рэперов. Однако все равно есть и первым исполнителем, чей сын стал также читать рэп, стал Децл. К сожалению, ныне покойной. Меркурий Антони Уанн, которого близки называют просто Тони, решил пойти по стопам знаменитого отца. Мальчик представил на суд зрителя первую песню, в которой читает рэп. Фрагмент записи из студии «Звездный наследник» опубликовал в социальной сети. Возможно, что музыку к треку написал продюсерский центр Гораба Баханяна. Сын Кирилла Толмацкого взял себе псевдоним Джазеп Джуниор. Отметим, что одним из сценических псевдонимов его отца... Трек был воспринят по-разному. Слушатели активно делились эмоциями в комментариях на странице Тони. Ты просто взбодорашил наши души знакомым тембром. Только вперед, слезы почему-то навернулись, писали пользователи в Инстаграм. Но были и те, кто негативно принял дебют сына кумира. Не позорь отца, негодовали некоторые преданные фанаты покойного рэпера. Напомним, что Тони не общался с родителями отца после его смерти. Но это не все громкие примеры. Мало кто знает, но Жак Энтони тоже представитель рэп-династии. Правда, в его семье все не так уж и гладко. Десять лет назад музыкант и его девушка входили в одно рэп-движение. Уби-комьюнити. Их роман развивался очень стремительно. Вскоре они поженились. На тот момент у Симона уже был ребенок. Жак Энтони, которого Андрей Меньшаков принял как своего и даже дал ему свою фамилию. Однако спустя время Симона и Андрей развелись. А потом Жак Энтони подрос и выбрал карьеру рэп-исполнителя. Вот тут и начался весь конфликт. Заголовки пестрили. Сын Легалайза выпустил троих. К этому моменту никто из этих троих не общался. И разумеется, к Меньшакову толпой повалили журналисты. Это ему и не нравилось. Вот его цитата. Спасибо. Это сложная и болезненная история. Я в свое время был неправ и жестковат. Меня просто поднапрягла эта тема с появившимся чуваком, сыном Легалайза. Он сам себя им не называет. Я его так не называю, но журналисты решили, что подавать его нужно именно так. Меня никто тогда не просил, меня это подловило. При этом у меня уже была своя семья. Но хорошо, что сын у меня еще маленький и до этого еще все не дошло. А в противном случае было бы много вопросов. Конечно, меня это поднапрягло, потому что это вмешательство в личную жизнь. Также рэпер отметил, что не против найти компромисс в сложившейся ситуации. Потому что понимает, что между ними все же есть напряжение. Нельзя забывать и про Гуфа, чей сын тоже решил пойти по стопам отца. 40-летний Алексей Далматов в 2014 году развелся со своей женой Айзой после 6 лет брака. Пара все еще периодически выясняет отношения публично. Однако им приходится мириться ради воспитания общего 10-летнего сына Сэма. Ради Айзе жаловалось, что ее ребенок переживает переходной возраст. Поэтому он стал совершенно неуправляем. По ее словам, Сэмми часто капризничает, не может разрешать споры с младшим братом без конфликтов и не прислушивается к советам взрослых. Поклонники экс-упругов предположили, что мальчик становится похож на своего отца. Сэм не только проявляет дерзкий характер и хулиганит. Он записал свой первый дебютный трек в студии, а помог ему в создании рэп-сингла «Гуф». Возможно, парень мечтает стать рэпером, как его отец. Однако пока мальчику рано рассказывать истории о встречах с девушками, сорок с друзьями или разборках на московских улицах. В сторис Гуф выложил несколько роликов, на которых можно увидеть его сына в студии звукозаписи. Начинающему рэперу в создании трека также помогал Муравей. А на сегодня у нас все. Какие еще рэп-династии вы знаете? Пишите свое мнение в комментариях. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Вы были на канале Убивая Би Пи Эм. Всем пока.